С первого дня пребывания локомотива на сборе в Эмиратах болельщика волновал один лишь вопрос Где Ньяс? Ответ последовал быстро. Умар отсутствует по семейным обстоятельствам, скоро будет. Но это всего лишь слова. Увидеть бы нашего Галеодора воочию. И вот, как и было обещано, Сенегалис прилетел. Ускользнуть от объектива нашей телекамеры шансов не было. Эксклюзив вашему вниманию. Умар, болельщики скучали по тебе, ждали каждый день, когда же ты присоединишься к локомотиву. И вот ты с нами. Расскажи, пожалуйста, почему пришлось задержаться? Я тоже по ним скучал очень сильно. Скучал по команде, по тренеру. Причина, почему я задержался, очень проста. Она кроется в семейных обстоятельствах. Моя жена не очень хорошо себя чувствовала. Она находится в заключительной стадии беременности. Она хотел сделать так, чтобы я находился рядом. И как только ей стало лучше, я сразу же прибыл сюда. Я скучал по всем болельщикам. И я знаю, в связи с чем они так интересуются, где же я был. И хочу их успокоить. Мое отсутствие и опоздание на сбор никак не связаны с причинами, о которых пишут. Умар, кого ждете, мальчика или девочку, и сам чувствуешь себя нервозно, потому что это первый ребенок в вашей семье? Могу сказать, что я прямо нервничаю по этому поводу. Я очень счастлив, что это событие скоро произойдет, как даст Бог. Я мусульманин, верю в Бога. Самое главное, чтобы все прошло успешно и в плане здоровых родов. Даст Бог, это будет мальчик. Я жду мальчика, чтобы у меня был здоровый сын. Мы тоже все надеемся и верим, что все будет, слава Богу. Расскажи, пожалуйста, как отпуск провел, где был, чем занимался, удалось ли психологически настроиться ко второй части сезона? Спасибо, спасибо большое, что поддерживаете и верите в меня. Это действительно будет значительным событием в моей жизни. Что касается отпуска, то, честно скажу, он у меня вышел не особо успешным. После последнего матча в Албании мне необходимо было полететь в Рим для того, чтобы провести операцию на левой руке. Еще летом в матче с Уралом я повредил руку очень сильно, была смещена кость и также были повреждены связки. Но я не хотел останавливаться, хотел постоянно играть и биться до конца, потому что у меня действительно шла игра и мне не хотелось терять этот ритм. Поэтому доктора, смотрев меня, сказали, что это однозначно операция и отправили в Рим. Там я провел три дня, в один из которых мне была произведена операция, мне вставили две спицы в кисть. Вот они у меня до сих пор здесь. И весь отпуск почти я ходил в гипсе, только пару дней назад стал сгибать пальцы. И это не дает мне тренироваться в полную силу, к сожалению, могу только работать в тренажерном зале. В отпуске я был в двух местах. Я был неделю, где-то 10 дней в Сенегале, увидел всех родных, друзей, а остальное время был женой в Англии. Как скоро ты должен присоединиться к общей группе? И вот сегодня, как ты уже отметил, провел первое занятие в тренажерном зале. Как физические ощущения? Да, сегодня действительно я провел первую тренировку. Чувствую себя после нее нормально. Где-то 40-45 минут крутил велосипед. Честно признаюсь, с матча с Кендербео весь отпуск я почти ничего не делал. Сами понимаете, что рука не позволяла почти никакие упражнения, потому что она была в гипсе. Я пообщался с партнерами по команде. Не все говорят, что 3-4 дня идет серьезная работа. Я сегодня наблюдал за тренировкой и лично в этом убедился. Но я лично не переживаю за свою физическую форму. Главное, чтобы я был здоров и тогда физически буду в порядке. Мне реально нужно неделю, может быть, 10 дней для того, чтобы привести себя в форму и выйти на определенный уровень. Поэтому с нетерпением жду, когда буду полностью здоров и начну тренироваться. Умар, физически разобрались, а психологически вообще? Как настрой? Готовся к рвать? Мотивация и ментальность – это на самом деле то, что всегда со мной. Здесь все очень просто. Как у любого профессионального спортсмена, я говорю открыто. Для нас удача – то, что мы уже достигли того, что профессионально играем в футбол. Это то, что подстегивает постоянно, потому что люди смотрят на тебя, люди в тебя верят, тебя поддерживают, тебя ругают. Это наша ответственность. И я могу сказать, что никогда не испытывал проблем с мотивацией, потому что прошел этот путь. И, естественно, хочу проявлять себя только с лучшей стороны, поскольку знаю все это изнутри. Нужно каждый день работать, каждый день доказывать каждый матч и каждую тренировку. Что касается лично меня, то моя мотивация нисколько не изменилась с начала сезона и даже увеличилась. Я сейчас думаю только о том, чтобы «Локомотив» вышел в полуфинал Лиги Европы и выиграл титул премьер-лиги в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!